Всем привет, всем добрый вечер, всем зрителям и слушателям CyberAren.TV. Как всегда, вечерние трансляции, самые, я кто говорит украинскую, проведние трансляции про киберспорт на Украине. В общем, самая классная трансляция в Украине, но не только в Украине, вообще в бывшем СНГ, во всем мире. Мы перехвалили себя сегодня, мы реальные звезды киберспорта. Давайте попроще, ребят. Мы на самом деле всех рады видеть, хорошо, что вы собираетесь провести вечер вместе с нами. Как всегда, на интернет-телеканале CyberAren.TV самые интересные комментарии национального первенства и международного суперкубка по такой популярной игре, как Counter-Strike. Сегодня нас ждет несколько игр, достаточно интересных с точки зрения Counter-Strike. Итак, прежде всего, прежде всего сегодня игры национального первенства между командами Invisible Forces, это команда из Днепропетровска, и командой Маврик. Игра эта начнется уже через... Да вот сейчас начнется. Ну, буквально 3-4 минуты, и уже игра пойдет. Ножи уже прошли, тут сейчас дым буквально, и растарт на игру. Следующая игра, которую нас сегодня ждет, это игра между командами Explosive и Nambas. Будет очень интересно по той причине, что... Будет играть... Ухо. Да, в Explosive играет Ухо, который лучше всех знает, как играть, и вообще он очень прикольный тип. И Nambas, за которые, решившись своего капитана Есенина, по-прежнему пытаются доказывать свое превосходство над другими командами, и будет здорово. На самом деле, Nambas решились не только... Алисинью один-единственный остался из бывшего состава. Не переживай, об этом позже. Также игры Суперкубка где-то в 20.00. CSG из Беларуси, вернее, из Молдовы против команды Force из Москвы. S&G by Беларусья против Escalade из Риги. И Islanders против Farsov. Фарзы сегодня два раза сыграют. Да, очень интересный, напряженный у нас сегодня день по графику. И, как всегда, наши средства связи. Степа уже там. Это канал VRC, собиралена.tv. Он всегда общается. Мы общаемся с вами, зачитываем, передаем приветы. Всегда. И, в принципе, адекватные люди, которые пишут там на канале, мы всегда зачитываем, отвечаем. Ну, вот, некоторых игнорим, потому что, ну, сами все понимаете. Это интернет, дело молодое. Ну, и, конечно, сайт Саберена.tv, официальный сайт LK Intel Challenge. Новости в горячих, игры с сегодняшнего дня. Туда заходите, пишите комменты, мы там тоже все проверяем и читаем. Ну, вот, матч Invisible Forces и Maverick. Вот, какие новости? Какие новости у нас перед этой игрой? Invisible Forces поменяли одного игрока. Ой, не помню, честно, кто ушел. Но точно знаю, что в команду снова вернулся Кенни. Это брат, кстати, Барта. Об этом мы очень много говорили. Ну, и, в общем, неплохой довольно-таки игрок. И вообще жесткий снайпер, снайпер из АВП. Ну что, команды на сервере. У нас боевой рестарт. Много сегодня будет всяких разговоров. Разговоров про Steam Update. Очень много было там ошибок, изменений. Вообще всяких различных штук интересных, которые я добавил Valve. Вот и, опять же, проблемы с серверами. Вчера и Валентиновичи вот тут с Дезом общались. Там есть какой-то баг по звуку. Просит еще раз старт, ребята. Сумасшедший. Ну, опять же, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Думаю, у нас будет в гости в трансляциях также будет нам рассказывать, присоединяться. Ну, опять же, посмотрим. Посмотрим, что будет. Вот общался я сегодня еще и вот с Олей из команды Force, с почелой. Она также там собирала кучу инфы. Ну, и, возможно, мы вот какой-то общий блог еще напишем по поводу всех изменений и всех мнений игроков. Что, как поменялось, что там хорошего, что плохого добавили. Все путем. Он мне записки пишет любовные. Рестарт сделали или нет? Просили, ребята, рестарт. Ну, вот сейчас ждем. Ждем тут пока в минусах. Вот жду я рестарта. Парни из Invisible Forces пока что режут друг друга. Ну, и Степа, ты уже должен быть там, наверное, да, тоже в РЦ есть. Помните, что баним. Баним. Все сеть ее можем забанить. Да. Ну, вот смотрим. Маврик. Скорпиц. Андрей Малой. Чам. Гиган. Ну, Invisible Forces. Danger. Шарамен. Кенни. Витек. Бартламео. Это все игроки из Днепропетровска. Ну, думаю, что в команде Маврик все игроки Одесски. Вот если я не ошибаюсь. Все их давно мы видели. Все их мы знаем прекрасно. Ну, что, пошел рестарт. Пошел рестарт. Кенни один на ноле. Invisible Forces. Очень быстро, очень быстро на синюю дверь всей командой забегают. А что? Что они там делают? Пока холдят. Пока холдят на двери. И там, кстати, поджал Андрей и план B. Давайте посмотрим, как он их будет принимать. Вот сейчас на коврах. Очень интересная тут ситуация. Вот можно чуть ближе зайти и увидим. Вот он ставит два хэдшота. Его сносят. Сделал свое дело. Подкинул еще хэдшот под всю команду. Но размен равный. Размен равный. И вот сейчас Малой принимает. Ой, ну убил. Убил хотя бы одного. Сделал еще раз равный размен. Витек, Кенни против Чама и Гигна. Ситуация очень сложная для контроля в первую очередь. Хотя по хп тут в два раза перевес в Маврик. Плант уже стоит, кстати. Вот Чама нужно как-то поспешить. Но удачно Андрей принял. Очень удачно. Два хэдшота были просто классные. Ой, ой, Гиган. Гиган тоже делает отличный хэд. И Витек. Витек берет раунд для Invisible Forces. 1-0. 1-0. Обоминаем, что это второй тур. Два последних хэда он крутые сделал. Украинского чемпионата, да. И карта The Inferno. Вот весь второй тур и в ЛК Украина, и в Суперкубке проходят на карте Inferno. И на этой неделе все матчи на этой карте, кроме, в принципе, перенесенных. Следующая неделя у нас The Newk. Самая загадочная карта. Кстати, есть такая интересная новость, друзья. Мирку, скорее всего, мы оставляем полностью для вашего общения. Скорее всего, не будем мы там никого банить, кикать. Просто общайтесь друг с другом. А вот если есть у вас серьезные вопросы, если вы хотите что-то спросить о командах, о трансляции, о том, что происходит именно сейчас, если узнать какие-то вопросы, на которые вы хотите, чтобы мы дали ответы, то в комментариях к сегодняшним матчам на cyberarena.tv. Пока что в этих комментариях у нас исключительно прогнозы. Прогнозы неутешительные и для EF, и для Maverick. Но посмотрим, что у нас будет. Если вас что-то интересует, если вы хотите, чтобы мы ответили на какой-то вопрос, либо хотите сказать о качестве наших трансляций, еще чего-то, пожалуйста, пишите в комментариях, мы всегда их будем читать. Тем временем с ребер заходят уверенно ребята из Invisible Forces. Теряют, правда, двух игроков. Хорошо они получили хедшоты из Успов. Ну и, наверное, ЭКО доиграют без всяких проблем. Ну, 1-2 ситуация. Вот если Чам сейчас где-то тут найдет девайс, девайсы, по-моему, унесли. Кенни, 5 хп, могут быть проблемы. Если подберет сейчас Чам где-то тут девайс, вот не знаю, тут нету. Или просто четко настреляет в голову. Унесли девайсы, и вот как раз принимал его Danger, которого было хп-то побольше. Ну и он взял второй раунд. Но стоит отметить, что троих игроков потеряли только что. Парни из Invisible Forces потеряли очень много. Да, для Маврик это хороший результат. Мы много об этом говорили. Чем больше игроков убили на сливе, тем эффективнее в итоге слив. Так, ну теперь что? Не будет, скорее всего, Маврик закупаться. Вот они играют ЭКО с ХАЕ. Вот какой-то интересный раунд у них на точке А. Ну, скорее всего, Андрей будет смотреть выход в мидл, и потом трое забросят ХАЕ сразу на этот мидл, чтобы хоть кого-то убить. Но если судить из расстановки ребят по планту. Тут дом, правда, не контролится. Вот есть такая дырочка в обороне. Ну, расчет, скорее всего, именно на это, да, что кого-то он увидит, Андрей, и тут же даст команду. Бросаем ХАЕ, и эти ХАЕ кого-то найдут. Но через мидл никто не идет. Пока что нет. Ну вот пацан как раз дома, о котором я и говорил. Ну и Андрей вроде бы начинает тут чекать дом. Да. Вот сейчас могут взорвать Барта. Давайте посмотрим на его экран, как он будет выходить из дома. Да, тут и к мидлу подходят. В принципе, тут очень интересная ситуация сейчас может быть. Нет, парни с ХАЕ отошли на плант. Что, вернулись назад? Очень много. Ну вот уже, вот сейчас нужно было кидать ХАЕ. Зачем они ушли оттуда? Не знаю. Кинули ХАЕ, никого не взорвали. Инвизиабл форсы зашли в плант. Скорб по коврам будет обходить. Нет, тут без. Сейчас потихонечку начнут отстреливать. Задают нам вопрос в комментариях, почему нет простого классического сервака на киберарене. Ребята, он есть. Нет, он будет. Он есть, но он работает в достаточно пока нестабильном режиме. Мы хотим, чтобы он работал очень круто. Поэтому его то включают, то выключают, постоянно тестируют. Да, вот раскрою маленький секрет. Это будет не один классик сервер. Их будет много. И дезматч, и всякие моды. Да, да, да. Будет и по инвайтам для про игроков дезматч. Это будет буквально в ближайшие, наверное, дня 3-4. Потому что маленький секрет. Сегодня наши парни устанавливают новую тачку, новый сервер наш. И там может быть... Развернуться все, что угодно. Да, очень много всяких вкусностей. И опять же новые игровые сервера от ЛКИ. Обязательно просто для того, чтобы все люди там сидели и играли. Такие сервера, естественно, будут. Мультиков сегодня не будут, открывают. Да, но это украинские сервера. В скором времени будет также в России. В Белоруссии и Прибалтике. Но вот в России очень быстро, я думаю, может появиться сервер. Так, ну что ж, оружейный раунд. Вот, немножко мы отвлеклись. Защищается Маврика. Смотри, вся атака идет на Б. От Гигна очень многое зависит именно от его позиции. Если первые его убивают, то что, шансов не останется. Он ушел. Нет, он не ушел. Посмотри, он сейчас выходит. Посмотри, очень нагло стоит. Но его сейчас минус ну. Тут уже флэр... Нет, отошел. Отошел в Плант. Тут рядом с ним на хелпе, кстати, Дигл стоит. Нету оружия. И вот с АВП тут надо просто минус 3 ему делать. Все, слепой раунд за Инвизибл Форсис. Ну что, двоих сразу снесли. Посмотри, в два АВП решили сыграть и не дали дроп тому игроку, который находился второй на Планте Б. Снесли обоих. Ну, Гиган просто занял, ну, не самую удачную позицию. Он вначале контролил Банана, а потом отошел просто в Плант. Ну, а в Плант его... Ну да. А ему нужно было до конца сидеть, контролить Банан и постараться хотя бы один минус на Банане сделать. Ну, или стать на 90, или стать в РЭСП, но не стоять в Планте, потому что вот, причем на такой позиции... Спрашивают, какой будет состав у Explosive сегодня, ребят. Это непредсказуемая абсолютно инфа. Нет, предсказуемая инфа, что silence, ромчик, ухо. Ну, на сайте гляньте, вот все эти парни, кто в команде, на сайте, они есть, у нас есть анкеты всех команд. Когда будет FastCup 4, спрашивают, ребят. Давайте с серверами пока разберемся. Уже запустили и Лигу Украинскую, и Международную Лигу, и Аматорскую. То есть, подождите, будет и FastCup, будет все. Тем временем 4-0, очень уверенно играют Invisible Forces. Как-то беспроблемно они сейчас справляются с командой Маврики из Одессы. Но это инферно, это атака. Здесь все, что угодно может произойти. И вот на этой неделе мы в этом убеждаемся и убеждались очень много раз. Посмотри, нет слива у Мавриков. Откуда деньги у них? А, не сохранили. Сохранили пушки, убили Кенни. Посмотри, поджимает Малой с Чамом, идут вперед на Банан. Да, это верное решение, продвигайтесь дальше, не бойтесь этого. Вы видите, что никого нет, именно сейчас есть шансы зайти в спину. Малой это и делает. Но захлебнулась атака и F, я считаю. Малой, кстати, поменялся точками с Гигном. Сейчас Гигн по дефолту смотрит B. Вот он и Малой, кстати, с Банана. Очень хороший, важный минус. Он пошел туда, потому что у него, в принципе, АВП. Ну да. Так часто делают многие команды, и Киричнет, и Айгейминг, меняют точки в зависимости от девайса, от Респа. Ну вот и все. Хана Гигну, и я бы на месте Малого сохранял. А план даже на B идет. Ну, один в два ситуации. Вот сейчас, да, подбирай калаш и вот может сделать. Пытается убивать. Причем у Дейнджера 8, если у Дейнджера попадется. Тут от него многое зависит. Он должен как-то так занять такую позицию, чтобы не попасть под хе. Ну, чтобы хотя бы максимально набить. И чтобы его не было видно. То есть такой здесь. Ой-ой-ой, Витек, зачем же тут родной остался? Мало не верит в свою удачу. Развернулся назад на Респ. Ну что, Дейнджер. Вот даже сейчас действительно любой прострел какой-то. О-о-о, ну и справился. Нет проблем, да. Не Дейнджер справился, он исправил ошибку своего тиммейта и 5-0. Вернемся. Что насчет молодой команды, ребят? Ну, пока не знаю. Никакой информации есть у нас. Сбор был. Как-то они играли, не играли. Пока не... Много других дел. Плюс ко всему спрашивают, куда делся Макс. Макс, друзья, отдыхает. Он работает над... Плотно работает над созданием ЛКИ Россия. Да, он сегодня появится в трансляциях. Обязательно. И Будда сегодня должен появиться на матче с Escalade. Позже вечера Макс, я думаю, уверен, будет комментировать игры Форзов. Посмотри, что Маврики творят. Они закупились. Нет, там что-то... Наполовину, как это полузакупка. Да, давай посмотрим, что тут было. Вот был один Фамос, по-моему, остальные USP. Нет, Кольт. Кольт есть. Да, полузакупка с Фамосом. Ну, не полная. Она полная. Она, конечно, полная, но оружие не то, какое бы хотелось видеть Мавериком в своих руках. И сейчас у нас 5-0. Ну, и пока не могут справиться. Вот сейчас еще один шанс. 2 на 2. Гигган делает два хороших минуса. Хедшотами стреляет исключительно. Здорово Гигган только что сыграл. Минус 3 от Гиггана, все. Ну, пора, пора брать уже раунды. 5-0 пока в пользу террористов. Пора Маврикам прийти в себя. Да, ну, а вот Днепропетровская команда Invisible Forces, там сейчас денег очень много. И еще раунда 2 мы точно не увидим. Классный такой вопрос был. А будут ли мувики от CyberArea.TV и Intel Challenge? Друзья, да у нас весь портал CyberArea.TV сплошной мувик. Нет, ну вот может какую-то работу отдельную и сделаем, но вообще... Хватает видео, смотрите, качайте, отличные демки есть, есть отличные топ-фраги, очень много всего. Вообще нужно сделать какой-то, наверное, конкурс, да, на лучшей мувик. Да, нет проблем, мы можем сделать конкурс, подарить что-нибудь хорошее. Так, продолжаем дальше. Есть деньги 100% у Invisible Forces. Как нападают они, давай посмотрим. Да, в принципе, можно смело сейчас вот тебе написать. Делаем конкурс. И сейчас его сразу сделаем. Конкурс по фрагам ЛКИ, пожалуйста. Позже, позже. Пару мышек подарим точно. Хороших мышек от наших друзей и партнеров. Так что дальше. Дальше Маврик подсобрались. Малой тут очень многое решает, он не промахивается и классно-классно стреляет с ВП. Убежал в апартаменты, библиотеку, кто как называет это. И вдвоем против пятерых Invisible Forces я бы сохранял оружие на их месте. Но они хотят что-то намутить. Но Витька очень мало, я не знаю, ну куда ты пойдешь-то, Витек, с 8 ХП. 50 секунд еще, ну лучше бы спрятаться. Нет, ну есть шанс, но тут пробивать-то должен как раз все. Вот и минус Витек, а и у Кенни мало. Скорее нужно было сейвить. Да, конечно. Прятаться и сейвить оружие для экономики это было бы очень даже полезно. Ну что, просто ждем, пока убьют Кенни. Посмотрите, Кенни ставит план. Деньги будут, молодец Кенни. Поставил план. Прокрался, еще убил Скорпа. Ну, быстро план разминирует. Не так уж сильно все это ударило по Маврикам. Но хотя бы план. Ну, план, да, это плюс. Это плюс для Invisible Forces. И 5-2. Счет в матче. Сейчас должна быть очередная закупка от Днепропетровской команды. С другой стороны, если посмотреть, что было бы выгоднее. Поставить план или оставить два калаша. Мне кажется, два калаша было бы выгоднее. Честно. Примерно может быть одно и то же. Шарамен. Да, примерно одно и то. Смотри, Кенни делает хороший минус. И с темной, малой там с ВП пытался вылезти и выстрелить. Но опередил его Кенни. Неплохое начало для Invisible Forces. Они могут что-то решать сейчас. Получив преимущество в одного человека. Я вот только что подумал. Выгоднее было бы реально оставить два калаша. Но просто там было 45 секунд. Из этих 45 секунд там такие маленькие ХП. Мы могли их и пострелять. В общем, Кенни сделал вроде бы все правильно. Вот смотрим за Витьком. По коврам он крадется через дым. Вся команда там Аркадит на центр. Скорее всего будет выход у них на 7. Ну плюс ковры, естественно. Нет, на 5 хотят. Не могу понять. Скорб там подкрался чересчур близко. Да, на 7. Вы его увидели. Сейчас будут убивать его. 4 игрока на 7. Уже Аркадит. Выходит Витек. Он слепой. Его, кстати, свои ослепили. Пропрыгнуло ХЛТВ. Ну неважно. 6-2 в пользу Invisible Forces. Поубивали. Мавриков они. Молодцы. Что? Вопросов достаточно много. Очень много в комментариях. Мы попытаемся всем отвечать. Ребят, но на вопросы есть ХЛТВ. Мы уже отвечать не будем. Самое главное, парни, не забудьте, что Ксенитрон не читил. Больше тренинг видео. Ребят, достаточно много демок уже и видео на сайте, которые подробно разобраны мастерами киберспорта, к коим я причисляю ТАФу. И поверьте, один раз посмотреть даже нашу трансляцию с его комментариями. Это достаточно хороший тренинг муви, я вам так скажу. Эка ты меня распиарил. Нет, но ты же мастер. Звезда. Вот звезда Кеннис с АВП. Вот я не знаю, почему этот парень не играет в про-командах. Ну, я подозреваю так, что это все от его желания, а скорее нежелания. Не слишком он заморачивается над Counter-Strike, играет for fun. А мог, мог уж очень хорошо играть этот парень. А может гораздо, гораздо лучше. Быстрая перетяжка от Invisible Forces на точку А. Но Маврик успели вернуться по местам. Здесь Скорб, Андрей, Гиган, они в принципе контроли точку А. Ну что, опять выход на 7 от Кенни 1 по коврам, а вот здесь вот Enemy. В планте. Скорб хорошо сыграл из планта, очень здорово. 3 минуса от Скорб, а посмотри, как он там разобрался. Вот только сейчас Шарамэн сделал минус 2, ставит плант, и он 1 в 2. Такая ситуация была у Invisible Forces, как бы, Гиган. Ну тут Скорб, Скорб с десятки сделал минус 3 и взял раун. Ну тут, да, пострелял, все здорово. Ну что ж, 6-3 будет счет. Почему нет? Говорят, что Ксенетрон читер, ребят. Нет, нет, это не доказанный факт. Да, смотрите, блог Степы. Читайте мои блоги, поверьте, Ксенетрон, он не читер вообще. Ну что ж, Маврик. Активнее надо играть на банане, я считаю, на Инферно. Намного активнее. Давай посмотрим на карту. Что-то визи был Форсес, что на Респе Эко. Да думали пока, что делать-то будем, ребят. Эко. Развлекаются, лазят по Респу, по крышам. Дают нам время почитать комментарии. В комментариях пока у нас нет каких-то вопросов однозначных. Мирку я уже не читаю. Кивит 6 будет, написали, ВРЦ. Ну, посмотрим. Посмотрим, да, какой будет у нас счет. Пока что 6-3. Атака выигрывает, но вот сейчас 6-4 станет, потому что они, вот Эко особо не заморачивается выиграть. Они просто вот сейчас действуют на нервы своим врагам. И, возможно, что-то обсуждают. Возможно, что-то обсуждают, как действовать дальше, как вот исправить там, потому что вроде бы играют. Начало раунда неплохо, но вот заход какой-то неубедительный на точку. И нужно исправлять. 6-3. Дальше у нас матч с участием каких команд вообще? Дальше у нас Nambas Explosive. Nambas Explosive, да. Что-то ребята как-то... Explosive проиграли свою первую игру TMS. Там же тоже такое злобная была игра у нас. Ухо очень был недоволен этим поражением. Что побегали invisible, порадовались. Да, побежали все умирать. Малой уже дает минус АВП. И все на Б, что все на Б. Нет, три игрока на Б сейчас будут врываться. Там гиган и чам они принимают. Тут будет как-то все беспроблемно. И быстро. Расспрашивают, будет ли выложена вчерашняя запись с мультом Тайна Третья Планета. Она уже выложена. С утра. Ищите в моем блоге на CyberRena.tv. 6-4. Меняется у нас тем временем счет в матче. И сейчас должен быть раунд на девайсах. Кстати, с деньгами у Invisible Forces стали... Какие-то проблемы были. Они сыграли Эко. И сейчас, если не поставят плант, проиграют раунд и еще одно Эко. Нет, ну я думал, что деньги есть у них сейчас. Нет, сейчас да. Сейчас все нормально. Вот Аркада, может быть, у Контров. Они поклали дымы. Скорее всего, ХАЕшки прокидывали направо. Точно не могу вам сказать. Быстро играют Invisible Forces. Задымили все. Задымили семерку. Как пропрыгнул Дейнджер-то, посмотри. И ставят план. Но тем временем Малой и Андрей убивают Кенни и Шарамена. В меньшинстве сейчас. Давай посмотрим за Малым. Invisible Forces. Промахнулся он. Промахнулся. Сразу же помощь пришла. Второй не промахивается. Посмотри, разорвали просто Invisible Forces. Ни одного чека не потеряли. Без потерь. Но план стоял 6-5. Счет в матче. Посмотрим на экономику, что там смогут закупить. На Б давно не ходили. Давно на Б не ходили у нас-то парни. 6-5 счет могут контроль выровнять сейчас его. Смотрим на карту. Что, Invisible Forces снова на РСП? По-моему, Шарамен повис. Да, есть такое. Красиво висит. Красиво висит. Парень в зеленой рубашке. Вот эти баги по-прежнему не пофиксили. И мы вот общался с игроками. Говорят, что вот самый жесткий баг это, конечно, зависание. Зависание и при просмотре ХЛТВ, зависание и в игре. Там при нажатии контрола и что-то там еще какого-то клавиши. Там в основном всегда зависает. Но опять же, вот сервера мы обновили. Также они сейчас прошли два патча. Но опять же, вот остались некие баги. Но не стоит забывать, что немножко Counter-Strike у нас меняется. Стиль игры тоже меняется. Ну, даже не то, что как-то особо он кардинально. Но вот мы уже не видим этих прыжков постоянных. Вот, наконец-то, пауза у нас появилась. Сейчас вернут, наверное, дадут Start Money. У нас очень честный судья. Очень честный, справедливый судья. Вообще рады, что он в наших рядах. Это игрок, киберспортивный волк, скиф. Дед. Уже дед. Со стажем товарищ. Показывайте, пожалуйста, почаще игроков с АВП. Но мы постараемся. Да, постараемся. Знаешь, если потом... А, кстати, мы демки выкладываем не на нашем сайте. Ну, не все есть. Да, мы не на нашем сайте. Вообще, они все есть демки игр на HLTV.org. Да. Поэтому, ребята, вот вы просите демки. Мы сотрудничаем с буржуйским супер-мега-ресурсом HLTV.org. Там можете скачать демки и посмотреть на любого игрока, который вам нравится, как он играет с АВП. Пожалуйста, это в ваших силах, в ваших руках. Буржуйский мега-ресурс. Буржуйский мега-ресурс HLTV. Это действительно так и есть. Вот даже один из наших, как мы любим его называть, технических саппортов сейчас, жуя какую-то, пережевывая какую-то пищу, кивает головой, что да, действительно, HLTV.org – это очень крутой буржуйский ресурс. У меня вот само слово «буржуйский». Буржуи-то обижаются на это слово. Почему? Но знаешь, как-то не хочется говорить «заграничный», «иностранный». Сразу все понятно. Интернационально. Интернационально. Ну, мы тоже интернациональный портал, так что не забывайте об этом. Мы даже социальная сеть именно с этой стороны. Соберерена ТВ позиционирует себя именно с этой стороны. Сколько запросов дружбы ты отклонил, скажи мне, за время существования Соберена ТВ? Ни одного. Я 48 уже. Ни одного. Я всех люблю. Молодец. Так, вот, как всегда, куча прогнозов. Ну, Escalade болеет у нас, кстати, вот в комментариях уже заранее появляется парень из Риги, скорее всего, пишет, что… Escalade, good luck. Так, ну, в принципе, Escalade показывает неплохую игру, но вот сегодняшний матч будет очередной проверкой для этих парней. Матч не с самым простым соперником, и все может быть. И вот сегодня первый матч у фарзов. Также очень интересно, стартовые игры. Фарзы чемпиона Суперкубка. Да, фарзы чемпиона Суперкубка ЛКИ. Не стоит об этом забывать. Именно почти таким же составом, там кроме похмела, был хам-аут. Они выигрывали Суперкубок ЛКИ. Спрашивали, кстати, что с пингом у ребят. Ну, такой пинг не очень умаловывал, у остальных вроде бы как все в порядке. Но это на данный момент, пока у нас идет геймпендинг. Да, пинг – это не наша проблема, парни. Честно, пинг – проблема игроков и интернета. Вот сервера обновили, тоже неизвестно, как они себя ведут еще. Самый странный вопрос за сегодняшние комментарии. Когда вы покажете то, что сзади нас находится? Ребят, сзади нас стена. Да, не поверите. Обычный бетон, кирпич, какой-то шлакоблок. Сзади нас стена. Там нечего показывать. И маленькое окошко. И центральная улица города Донецка. Там все нормально. На демках комментов нет. Ребят, на демках как бы комменты-то и не нужны. Если вы хотите посмотреть игру полностью с комментариями, то в разделе видео достаточно очень серьезных игр. Пожалуйста, все в ваших руках. Тем временем продолжается игра. Размен происходит. На точке Б. Барт остается один. Один. Вот, видимо, в этом раунде как раз кикнуло игроков. И Барт тут сейчас в сложной ситуации. Убивает одного. Что ему делать здесь? Конечно, обидно. Один в два остался. Вот малой. О, малой промахнулся. Вот сейчас у Барта 7 хп. Пауза в конце раунда. Но это до этого писалось. Паузу уже мы просмотрели. И как он проскочил-то на точку А? А, нет, времени мало. 14 секунд. Нет, будет ставить на 100%. Будет. Только потом, что ему с этим делать? Есть плант. Но если отстреляется, это будет лучший раунд за последние. 7 хп просто зажать сейчас надо в стенку. Ну, только не так сыграть. Что-то засуетился. Засуетился Барт. Ну, понятно, у него проблемы у игроков. Нет, ну там же проблемы не было уже. Все, он доигрывает раунд. Ну, он засуетился. Вот дернулся не в нужный момент. Ну, сиди, принимай. Как вот вчера Ухак, да, говорил, что Сеня вот один раунд как-то точно так же засуетился на Б, побежал куда-то и получил. Вот сиди на месте, уже все. Уже тут отступать никуда нельзя было. Нужно было ты встать и сконцентрироваться на своем прицеле. Возможно, там как-то два хэдшота и проскочило. Хотя, понятно, очень сложно, 7 хп. Что здесь говорить. 6-6, ничья в матче. Маврик дотянули. Инвизибл форсис. Вот не знаю, проблемы были в них в предыдущем раунде. Ну, что поделать. Привет, Вальве. Вальв. Спрашивают пару сайтов, где можно купить геймерское оборудование. Ребят, кугль вам в помощь. Там все оборудование есть. И геймерское, и... Да, скоро можно будет все у нас. Купить просто у нас, да. Но это, пожалуйста, вот все вопросы есть у нас на сайте. Такой персонаж, как Воха. Воха, да. Глава сайта, да. Пишите ему, он вам с удовольствием ответит на все вопросы. Голова, руки и ноги сайта. Тем временем счет 6-6. Как атакуют ИФ? Покажи, пожалуйста. Сейчас, секунду. Кстати, хотел сказать про Воху, что опять же все баги, особенно парни, всегда, вот, которые, если что-то находите на сайте. Если у вас какие-то пожелания, да, пишите Вохе. А не мне. Письма мелким почерком. Посмотри, маврики оставили на Б всего одного гигна. Вот так вот они решили поступить. Барт и Витек врываются в центр. Там Чамок встречает. Посмотри, просто положил обоих. И тут перетяжка на Б. Вот нужно мне, если честно, будет ретро сделать в ХЛТВ. Вот после этого раунда, чтобы баг с ХЛТВ исправить, чтобы видели мы еще одного игрока, кто переподключился. И вот заход на Б. Ой, как там кто-то накрутил. Очень же. Это гиган. Двоих уже убивает. А только сейчас уминусует его Кенни и будет ставить плант. Какой-то, знаешь, вот как не хватает завершающей стадии атаки. Да, вот не хватает. Вроде бы начало раунда. Все, класс. Инвизибл форс. Залетают. Делают первые минуса. Ну, а потом просто какая-то непонятка начинается. Какая-то жесть. Идет в тар-тарары. Как любил говорить мой дедушка. Кенни два минуса хэдшотами. Там уже три минуса было от Кенни. Ой, опять чуть-чуть. Ну, поспешил. Один на один был. Мог. Мог взять раунд. Я делаю парни ретро. И мне нужно... Это больше, чем кому-нибудь было. И мы продолжаем. Мы сразу же продолжаем комментировать матч. Слушайте, ну как я вот устаю. А есть ХЛТВ? Дайте, плиз. Да читайте вы новость. Новость. Читайте текст новости, ребята. Там все написано. Это Степ, по-моему. Это просто Степ. Давай забаним, кто это написал. Да нет. Ну что ты. Ты злый какой-то. Я да... Просит передать Днепру привет. Новые двери в чатрик всегда. Говорят. Аркадно играют одесситы. Аркадно скорбтом под дом ворвался. Дал минус. Малой его страхует сейчас. Правильно. Все правильно. Не зря страхует. Но промахнулся. Обидно. Видел же игрока. Пробил. Пробил. И, по-моему, убили. В хайе туда. Лядь. Скорб дальше. Понесся там сносить голову. Снес барта. О, вот и малой пришел. Ой, малой, как хорошо играть. Нет, а почему нет? Нагло, нагло идти, бить. Малой просто аркадный. Ну, очень хороший игрок. Если позволяют играть таким образом Invisible Forces, но пришли в себя Маврики однозначно. Витек один просто сидит, боится. 7-6 сейчас будет счет. Все, убили Витька. 8-6 уже счет в пользу команды Маврик. И вот шанс Invisible Force. Так классно начали. Ну, хотя что там начать? Там надо было взять пистолетку и один оружейный раунд. Это уже 5-0. Но вот и справились Одесситы. И посмотрите, как они теперь сжигают на Инферно. Последний раунд первой половины. Тут уже будет закупка максимальная. Все, кто... Все, что может, можно купить. То и покупают. Вот на Б снова решают Invisible Forces. Правда, вот как-то гранаты так летят. По-моему, уже стоит не выходить сюда. Гиган. Там хорошо от флешили Одесситы. Снова прием неплохой получается. Очень широко вышел Гиган. Сейчас его за это в дым кто-то ворвался. Это был Чам. Его Шарамен наказал. Вот раунд могут взять сейчас парни из Днепропетровска. Стоит бомба. Подсадка на Змейке. Барт на банане. Витек за тремя. Дейнджер тоже вроде рядом со Змейкой. Шарамен слепой. Ему дали флеш. Минусует его Малой. Подбирает АК. Давит дальше. Давит, минусует за тремя. В тупике никого. На банане должна быть инфа. Там Барт. Или его уже убили. Где же... Да, все. Раунд за Инвизибл Форс. За Маврика. 9-6. Успели. Успели. И смена Сарон. Смена Сарон тут, конечно, как всегда, пистолеты крайне важны. Ну что ж, 9-6, как кто-то прогнозировал в Мирке. Хороший счет. Да, видел. Я тоже видел этот прогноз. Действительно, 9-6. Хороший счет для ребят. Нечего говорить. За защиту они максимально здорово сыграли. Могли, наверное, взять и больше. Посмотрим, как сыграют раунд за атаку. Да, давайте посмотрим пистолетку. Очень интересно, что сейчас делают обе команды. Что будут придумывать. Самое интересное, это задумки. Потому что Диффен сейчас играет также крайне аркадно. И зачастую можно увидеть интереснейшие раунды. В стиле Керченета, по-моему, Инвизибл Форс. Сейчас Кенни зайдет в дом. И двое будут поджимать? Нет, не поджимают они ковры. Скорб малой на банане. И Барт под флешку там выходит вместе со своим тиммейтом, с Дейнджером. И делают первый минус. Вот прогнали игроков с банана. Правильно сделали. Банан одна из самых важных частей Инферно. Вышли, молодцы. Вот вышли. Хороший приемчик сделали. Там вот на оружии, на Инферно. Очень любят это делать. И седины ломоботы. У них получается, по-моему, одна из лучших связок на точке Б на Инферно. Вообще не только в Украине, а в Европе. Именно эти два парня. Хотя у ДТС связочка тоже не такая уж. Да у всех связочки-то неплохие. Ну, топ-команда. На шифтах подходит Маврик к точке. Хорошо. Дейнджер расстреливается. Неплохо. Он видел двоих. Он видел двоих. Он может дать Инфу. Но как бы он не знает. Садомен сзади. Посмотри, идет здорово. Вот ему бы сейчас остановиться здесь немножко, притормозить и подождать. Зачем же полез? Да, поспешил. Сделал минус. Сейчас будет, я думаю, перетяжка на Б будет от Мавриков. Конечно. Но они дали ХЕ и назад на Б. Сейчас мы еще раз. Четкий развод. Четкий развод. Ну, а он как бы читается. Как бы читается. Я бы прорвался на А дальше. Ну, в любом случае. Нет, нет. Они все правильно сделали. Но вот в любом случае они сейчас выходят 3 на 2. Они и так в меньшинстве 3 на 4. Ну, ну, режьте выйти. Ой. Чам как-то замешкался. Скорб неплохой минус. Барт хорошо сыграл. Там просто Чам стал и просто там кусок руки видно было. Ну, потихонечку начали в него стрелять. Да. Ну, вот и Барт. Барт минус 3 сделал в этом раунде. Молодчина. Просто зверь. Ну, что. Возможен камбэк. Камбэк от команды Invisible Forces. Хотя какой тут камбэк. Тут сейчас 2 эко и 9-9 будет счет в матче. Ну, очень обидный счет на самом деле 9-6. Потому что последний раунд, помним, когда в большинстве остались Invisible Forces, поставили бомбу на B и их оттуда просто выкурили. А так бы счет... Ну, либо 8-7, да, разница в один раунд, либо 9-6, 3 раунда. Об этом мы тоже постоянно говорим. Не переживай, Тафф, пожалуйста. И, пожалуйста, береги нервы. Все нормально. Я спокоен. Слава Богу. Шарамен из дома. Чам его минусует. Хорошо попадая в голову. А, кстати, я хотел узнать сейчас у нашего судьи. Витек, залил, как Витек, посмотри. Когда у нас арена с ТМС будет переигрывать матч? В понедельник. Говорят, в понедельник. В понедельник, да. Вчера у нас немного не состоялся матч, мы посмотрели мультики, но... Болеют в Мирке тут за Одесситов. Ну, есть у них шансы выигрывать, равно как у Днепропетровска. Я считаю, что команды равны по силам, и это самые интересные игры. Правда, что немножко быстро проходят все раунды. Но, опять же, это мое личное мнение. Что просят перед игрой... Одесситы с оружием. Перед игрой просят пригласить ухо, пусть он расскажет что-то. Давайте после игры, ребята, поговорим с Алексеем, легендой украинского киберспорта. Уже после игры. Да, там есть хороший парень с Аванцевым. Хорошо скорб находит. Хороший игрок в первую очередь. Витька очень хорошо находит скорб. Ну, находит, да, хорошо, но там сам фраг, да, Витек лазит на ковры там или слазит с них, и ему просто... Почему? Он сам виноват. Сам подставился. Виноват сам. Где там? Смотрим. На будет развиваться эта атака, потому что план там уже идет по коврам, это значит, что вряд ли. Очень мал процент того, что план пойдет назад, вот выходит центр, там на 5 уже кто-то вышел, Чам идет на 7. И врываются, врываются в точку, минус от Кенни с АВП, минус от Шарамена. Вот Чам делает минус, ставит бомбу, неплохо. Прикрывают его, надо ставить, ну что ж, они втроем. Еще Чам хорошо сыграл Денджера, тут же законтролил. Малой играет неплохо, но я думаю, Маври возьмут этот раунд, потому что один, по идее, остался игрок Invisible Forces, да, я прав, это Барт, и вот попадает ему в голову Чам. Счет 2-1. Как-то законтролил. Нет, стоп, стоп, счет 2-1. И общий счет игры 10-8. Достаточно. Эко-раунд у Invisible Forces, даже может быть 2, нет, 1, ну 2 может быть, в принципе, подряд, если захотят. Давайте, покажите классный эко, просто сделайте какую-то задумочку, что-то интересное, бомбаните. Кенни брал АВП, просто поэтому по деньгам там тяжело сейчас у Invisible Forces, ну как-то дефолтно не стали, 2 на Б, а Кенни на холпе. Шарамен в доме, Витек на коврах. Ну вот Шарамен сейчас прочекал, тут пусто и читается, ну, правда, уже поздно. Вот Кенни начинает перетягиваться, Витек начинает перетягиваться. Давайте, увидим этот момент. Кенни плотно идет Маврик. Вот Кенни пришел уже, там и Витек, но, правда, они немножечко, где-то на секунды, на три опоздали с этой перетяжкой. Ну, неплохо. Кенни уже минус нул, Дейнджер минус нул, петлял, петлял Дейнджер, но отошел. С банана Шарамен, нет, все, принимает. Итак, счет 2-2, немножко выравнивается. Двенадцать девять общий счет матча, двенадцать восемь. Двенадцать восемь? Одиннадцать даже восемь. Передим Маврик Одесса. Одиннадцать восемь, да. Идут быстро на Б, флэшат здесь их. Ой, Гиган хорошо стреляет, Гиган в Дейнджера, и понимают они, что остался один Барт, да, его надо додавить. Додавили Барта сразу же. Барт сам пошел вперед. Пропрыгнул ХЛТВ, посмотри, уже пятеро заняли Б. Кенни, Витек и Шарамен, скорее всего, сохраняют оружие. Да, так и есть. Вот Шарамен убивает Малого. Ну и сейвит. Попытаются их сейчас загнать, Маврик, но, опять же, нужно делать это крайне аккуратно. Желательно по два связочками ходить. Вот как делают сейчас Чам и Скорпец. Зашли они сейчас в библиотеку. Там Гиган и Андрей сейчас тоже будут РЭС проверять. Дом. Ну, а на коврах-то все. Все остались на коврах и держат ковры с двух сторон сейчас. Инвизибл Форсес. Вот два на лестнице и один смотрит вот с этой стороны. Ну, как бы правильно. Лучше три кольта. Ух! Не успел просто дострелить. Ну, вот сейчас эти парни два из трех дадут два дропа. Раскидают дропы. И будет раунд на оружие. Тем временем, тем временем, у нас уже 12 раундов выигрывает команда Маврик и всего лишь 9 у парней из Инвизибл Форсес. 8. Ну что, будет ли опять атака на банан? Как ты думаешь? Мне так кажется, что пробили ребята из Мавриков, что слабенькое место банан у Инвизибл Форсес пока в этой игре. Но, вот видишь, не идут второй раз, меняют тактики. Малой пробивает ковры. Давят ковры Инвизибл Форсес и не смотрят банан, не чекают. То есть, если там не смотрят, вот такое решение нашли продавить банан и тут собрать инфу. Ну, вот и смотрим, сейчас тут что-то про и зайдет. Вот он, парень крадется. Подбирается. Да, подбирается. Один, второй подошел. Видишь, вдвоем все, грамотно. На размен вдвоем второй немного отдает минус. И третий подошел. Нет, размен в пользу одесситов. Однозначно в пользу одесситов. Сейчас вот если они еще выпрыгнут с ковров и убьют Кенни, вообще будет тяжело. Да, так и получилось. Слишком далеко Барт, слишком далеко. И слишком далеко Дейншру. Ну, уже раунд, в принципе, тут такой. 95% победы Маверик в этом раунде. Ну, два в четыре. Куда они идут? Опять сейв должен быть. Снова должен быть сейв. Тем более, вот сейчас, когда... Ну, вот Барт. Получил, как Чам, просто... Даже не успел убежать. Достал пулей в спину и добил вообще жестко. Очень жестко. Четыре раунда уже в атаке у Маверик. И остается три раунда до победы. Одесская команда. Кстати, если вы думаете, что Ксенетрон читер, то мы можем сказать вам, что он не читил. У нас есть доказательства. Они в моем блоге на cyberarena.tv. Да. Он не читил. Ну, передай Марзику привет. Привет тебе. И с днем рождения. Влад, с днем рождения. Game unpaused paused. Что-то происходит. Еще раз напомню, что следующая игра начнется буквально через 10 минут. Потому что не так долго осталось ребятам доигрывать. Счет в этом матче 2-4, а общий счет 13-8. Сразу же после этого Nambas и Explosive. Explosive в команде нужно прийти в себя после поражения от TMS. Ну, а Nambas чувствует свою силу, понимая, что если TMS обыграли Explosive, то почему бы и нам не совершить такое действие. Ну, и Nambas, они напроигрывались. Им нужно тоже. Эко Invisible Forces тем временем в этом матче. Тащить. Тащи. Тащи. Есть. Ну, не то чтобы надежда. Есть. Нельзя говорить о том, что Invisible Forces сейчас проигрывают игру. Номинально – да. Но у них есть масса возможностей проявить себя и обыграть Мавриков. Не так уж это и сложно. Кстати, можно посмотреть, как они сыграли в прошлом сезоне между собой. Было бы очень интересно. Я думаю, они сыграли в Контру. На эту статистику. Ну что ж, еще один раунд от Мавриков. Сливали только что Invisible Forces. Это означает, что сейчас у них будут деньги и нас ждет раунд на оружие. Ладно, потом. Потом посмотрю эту статистику. Не могу я пока сейчас что-то сделать. А у Степы… Шарамен где у нас? Да, у него Шарамен. У него Шарамен сейчас должен появиться. Вот он. Шарамен на коврах принимает. Вот этот злобный парень. Вот там как раз к нему и переход весь. Эть, поймал двоих. Даже Плант он увидел. Дело вот в чем. Как быстро развернулся раунд. Шарамен явно дал инфу, где Плант. Вот сейчас Малой его забирает. И тут его тут же должны были закидать хоть чем-то. И отходит назад. Малой в одиночестве остается? Да. Очень быстро там. Сразу четыре минуса произошло. И вот раунд сейчас выигрывает Invisible Forces. И оставляют вот все шансы. И еще есть они у них на победу в этом матче. Правда, они… Минута, минута, минута у Малого. Ну что? Они минимальны. Наворотит что-то здесь сейчас. Что, правда, наворачивать ему? Плант он, конечно, забрал. Умничек. Ну, а будет ли от этого толк? 14-9 сейчас станет счет в матче. Если Малой тут не покажет сверх ниндзю какого-то. И не там раздастся злостно для мувика вообще. Год мод какой-нибудь включат сейчас. Но это вряд ли. Это вряд ли. Поэтому номинально у нас 14-9. И как бы… Ну, я не знаю вот каковы шансы Invisible Forces. Потому что вижу очень много брака в игре. И очень много ошибаются. Но могут. Но могут. Вот есть такой момент, когда уже нужно собраться. Вот уже отдали все, что можно было. Наошибались на две игры вперед. Тогда команда… Некоторые команды вот собираются и… Знаешь что? Тащи! Произойдет ли это сейчас? Вот это нам сейчас важнее. Ну что ж, счет 5-3. Есть закупка, да, одесситов? Слышал я там как… Что-то там покупалось на РУСПе. Сейчас посмотрим, что тут в руках у парней. Ну да. Есть раунд с калашами. Дым в центре. Осторожничает в атаке одесситы. Все, вот пошел риск. Пошел риск. Сейчас смотри. Четыре игрока на точке А. Барт контролит банан. Но контролит он его… Так что нет. Ну как бы неизвестный такой риск там. С АВП. Два АВП. Братья играют с АВП. Малой уже готов вырваться из ковров. Говорит, я готов. Давайте мне флешку. Ну и тут должны дать сейчас флешку на мидл, а потом сразу флешку Малому на ковры и моментально выйти. Нет, Витек. Минус в доме. Сделал очень важно с ковров. Шарамен на подсадке в планте сидит. Ну я вот так, наверное, взлечу. Вон Малому дым положили туда его. А Маврик на 7 вышли. Там Кенни с АВП. Там Кенни с АВП. Все нормально. Он контролит эту ситуацию. Вот Кенни Барт. Вот я смотрю у Барта на Б. Что происходит? Шарамена тут на точке есть. Снял он ковры. И на 5. На 5 остальные все проходят игроки команды Маврик. Вот один заскочил. Минус. А где же второй? А вот и второй. Гиган. Нет. Здесь. Тащат-то. Да, тащат. 14-10 счет. 14-10. Да. 14-10. И как бы остается всего лишь 6 раундов в этом матче. Сейчас должен быть эко у Маврик. Хотя может быть и нет. Нет. Вот следующий. Следующий эко. Если проиграют и не поставят плант. Ой, Кенни. Ну нельзя было сейчас отдаваться. Выходил без хилпы на центр. Хотел с АВП прочекать двойку. Но там же нужно играть, чтобы 3 игрока все принимали в этом участие. Которые держат точку А. Потому что так же же риск. Очень. Ну в таком раунде нельзя вот такое что-то придумывать сверх жесткое. Или можно. Но только не один. Это было крайне неаккуратно с его стороны. Вот Барт там исправляет ошибку. Дает минус. Нет. Его убивают. Размены точка Б. Пустая. Денджер несется на всех парах сейчас. Так же как и вся команда Маврика. Они в принципе понимают, что Барт там был один. Это было видно по прошлому раунду. Вот сейчас у нас в принципе все вопросы могут закрыться практически. О победителе. Ну вот уже ничью себе обеспечат парни из Одессы. Если не произойдет сейчас что-то такое интересное. Вот он минус от Денджера. И там сейчас должен Шароме направо посмотреть. Но не... Плохо посмотрел. В Змейку забегают двое игроков. Размен. Один в два остается Денджер. У него 38 хп. И как-то не идет стрельба почему-то у Днепропетровской команды. Ну что ж, 15. 15 это уже состоявшаяся ничья для Одесситов. И один раунд до победы. Да. Это очень, очень, очень... 16-10 тяжело вытянуть шесть раундов подряд. Пять, пять, пять. Ну вот если... А, да, пять. Уже все, уже пять. Возможность только пять. До ничьи ребятам из Невропетровска. Итак, дым на мидл. Там Маврик. Все в центре. Посмотри, они что-то там придумали. Вот они крадутся на мидл. Тимплейно хорошо. В четвером чекают лево-правый. Без единой гранаты вышли. Дали хэдшот. Дали еще хэдшот. И, по-моему, это уже... Дал. Дал. Дал, да. Дал Андрей. И малой еще там. Да, это ГГ. Это ГГ. Но, опять же, досмотрим мы все раунды до конца. Посмотри, как поймали волну Одесситы. Они не потеряли ни одного чека в этом раунде. Все. 16-10. 16-10. ГГ, по идее, должны написать. Ну, напишут они по концовке. Еще досмотрим. И четыре раунда. Но сейчас Маврик могут расслабиться. Вторая победа, если не ошибаюсь, у Одесситов. И у них неплохое начало в украинском чемпионате в четвертом сезоне. Они среди лидеров. Они находятся среди лидеров. Ну и команда Агейминг, как и в прошлом сезоне, начинает... Вот прошлый чемпионат. Все 11 матчей Агейминг выиграли. Точнее, не выиграли. 10 выиграли. Один матч сыграли в ничью. По-моему, с командой Керченет или ДТС. Точно не помню. Или даже Эксплоузив. Вот есть у нас на сайте прошедшие чемпионаты. Там можно, в принципе, инфу посмотреть. Так вот, мне кажется, что Агейминг начинает еще один грандиозный выступление в украинской лиге. У них разница раундов за два матча просто там колоссальная. Ну и такое было, в принципе, по окончанию прошлой лиги. Там что-то плюс 180 или что-то около того было. Ну что ж, ребята, вернемся к следующей игре. Нас ждет интереснейшая... К следующей уже, да, так как эта игра номинально завершена совсем чуть-чуть. В следующей игре, напомню, встречаются Эксплоузив и команда Намбас. Буквально после того, как закончится эта игра, мы узнаем у нашего главного судьи, насколько готовы команды к началу этой встречи. Как видите, сегодня у нас поменьше проблем с обновлением стима. Мало кого выбрасывает. То есть с этим пока все в порядке. Постучи. Постучал я по всем возможным деревянным частям и стола, и твоего тела. Это голова прежде всего. Ну, в общем, масса интересных моментов нас ждет сегодня. Мне, кстати, мне интересно, как вы сказали. Ты становишься предсказуемым. Более чем. Но постучать тебе по голове разве это предсказуемо? Это очень круто, я считаю. Очень интересно. Я еще задумался подговорить мне, чтобы ты постучал или нет. Потому что знал, что это будет моя голова. Ладно. Рары ксинетрона есть у нас на сайте. Все нормально. Обязательно позвоним мы после того, как закончится игра. Кому-нибудь мы позвоним. Позвоним Уха. Это уже константа. Мы позвоним Уха обязательно. А всем предлагаю готовиться к матчу Numbas и Explosives. Сразу же после того, как закончится этот матч, а он только что закончился, нас ждет 5-6-минутный перерыв. И узнаем у судьи готовность к Explosives и Numbas. Так, а счетового матча 20-10. У нас окончательный счет. И поздравляем малых. Поздравляем одесситов. Классно сыграли. Реально. Реально. Реально.